Так, друзья, ну а это Маша уже. Переместились в комнату Маши. Вот у неё какое-то что-то... Что у тебя, новое увлечение? Нет, просто, не знаю, захотелось нарисовать. Вообще Маша ходила в художественную школу, там очень много занималась, и даже её картина, какое-то место, там на итальянскую выставку её отправляли. Да, отправляли на итальянскую выставку, и там она заняла какое-то место, эта картина. Вот так что, вот так. Ну вот, а сейчас есть что-то... Я уже очень давно не заняла. Да, очень давно. Это было в школе, я не помню, по-моему, в восьмом классе последний раз, да, ты там ходил, в девятом? Да, где-то в седьмом-восьмом, что ли, я. Да, то есть она уже, сейчас-то она уже последний курс института заканчивает, и вот с того времени она как бы и не рисовала. Ну вот захотелось ей, покажи, что у тебя получилось. Вот. Ну это я рисовала сейчас у нас профессиональными красками. У Маши краски профессиональные. У меня кисточки тоже профессиональные. Покажи, свои кисти. Они разные. Они, кстати, это, кстати, очень дорого стоят. А вот, когда мы покупали, когда она занималась, это стоило, ну как бы больших денег стоило, потому что все эти, вот видите, это мастер-класс, это все, в общем, всякие краски эти. Это вот, представляете, столько лет назад, это сколько было, ну вот девятый класс, десятый, одиннадцатый, первый, второй, третий, четвертый. Ну это как, ну семь, десять лет назад эти краски стоили по двести пятьдесят рублей, вот видите, двести пятьдесят рублей. Сейчас, наверное, в два раза больше. Да, сейчас стоят и по пятьсот и так далее. Ну я помню то, что когда она ходила в художественную школу, то чтобы собрать ее к первому сентября, ну просто купить холст, вот холсты там определенные же. Вот, то есть это тратилось шестеро-десять тысяч, ну краски, кисти, холсты, это помимо учебы, то, что мы платили, то есть это просто вот то, что нужно было на год на обучение. С учетом того, что что-то не нужно было даже покупать, например, палитра. Ну да, это не нужно, да, какие-то, в общем, вот это, представляете, выходило в семь-десять тысяч, это семь-десять лет назад, сейчас вообще не знаю, ну вот, в общем, вот такой у нее пейзаж. Да, очень красиво, ну картины близко никто не смотрит, вот так вот не надо смотреть картину, потому что вы ничего не поймете, картины надо смотреть издалека, издалека это всегда, вот видите, уже проявляется что-то, что вот так, так, ну молодец Машу, в общем, мы приехали, она вот сегодня, смотрю, живописью занялась и рисует. Как тебе английский? Я рассказывала, что пошла на английский, что сейчас ты доходишь за 16 тысяч, вот, а потом мы с папой все не могли понять, 32, 36, сколько тысяч стоит? Тридцать с чем-то, по-моему. Угу. Вот, ну сейчас она так как, это за семестр имеется в виду, ну 36, 35, в общем, не знаю, потом, сейчас 16 заплатила и вот уже ходит. Да, потому что я присоединилась в группе, которая уже занимается. Угу. И мы очень много говорим на занятии, вот все. Группа большая? Группа нет, вот на первом занятии нас было 6 человек, включая меня, а вот вчера, да вчера, было всего лишь 3, включая тоже меня. Поэтому очень комфортно, что нас мало человек, они специально такие группы делают, чтобы каждому уделялось время, каждый отвечал, мы по кругу отвечаем. Понятно. Вот, и, ну я сказала, что, по-моему, и в ритм ты больше заниматься не будешь, но это я как бы, мы с тобой говорили, ты что-то там говорила, что то ли да, то ли нет, и вот в итоге ты что-то решила. А, ну да, и в ритм я решила не продолжать заниматься. Ухожу на корейский, на английский. Да. Вот, а английский это примит Россия, да? Да, примит, да, курсы примит. Угу. Вот, просто дело в том, что я говорю, что мне ничего придумывать не надо. Вот не ходит Маша на иврит, все. Не занималась она живописью, я ничего говорить не буду. То, что занималась раньше, получила место в Италии, ну скажу, сейчас что-то рисует, хорошо. Закончили там, иврит не будет хорошо, английский пошла примит, ну значит пошла. Ну мы не говорим, что она там журналист примит, еще что-то. Вот, а то, что почетный корреспондент Кореи, да, то есть я говорю правду. А что там люди думают, это их уже проблема. А можно взять учебники, которые я купила. Английского? Давай. Как я мы занимаемся. Так, у Маши тут такие салфеточки. А это мы привезли тоже же Ростик, поэтому. Как он был, кстати, вкусный? Мне вкусный, это нравилось. Там еще одна булочка, вот папочка у Маши такая. Да, так. Так, сейчас покажу. Мы занимаемся по Оксфордским учебникам. Тут диск шел, он у меня просто в шкафу лежит. Вот учебник и рабочая тетрадь. Да, дай сюда я покажу. Очень хорошие, мне нравятся учебники. Вот вообще просто супер. Да, сейчас Маша, ей как сказали? Ей вообще хотели в другую группу отправить уже как бы дальше, но решились все-таки отправить в эту более начинающую группу для того, чтобы она, потому что она много говорила, то есть она делала ошибки в любом случае, чтобы как бы подтянуть чуть-чуть грамматику и какие-то свои знания. И, в общем, ей сказали, что там не нужно усиленно этот курс проходить, но нужно чуть подтянуть, поэтому сказали, будет неплохо идти. Ну да, сказали, что освежить память просто. Скорее всего, нужно, чтобы лучше просить. Потому что английский она изучала в школе, в институте они как бы... У нас уже нет института. Да, то есть там просто технические какие-то слова, понятно, они по IT учат, но это же не английский, вот в общем, а так она уже подзабыла. Поэтому с ней поговорили, сказали, да, можно было бы назначить её на следующий курс, но, говорят, там будет сложнее тебе, потому что кое-что пробелы всё равно есть, но что-то подзабылось. Я говорю, давай сейчас вот сюда быстренько вспомнишь, что подзабыла, и потом, значит, на следующий курс уже будет, ну, тот курс, который её уровень. Вот так вот. Ну вот, так что показала вам Маша. Всё. На этом, наверное, свой влог буду заканчивать, потому что день сегодня уже подходит к концу. Всё. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Канал Надзене обязательно подписывайтесь, потому что неизвестно, что с Ютьюбом. Надзене я выпускаю видео раньше. Всегда. Вот. И всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока. А, кстати, ты рассказывала, что клавиатуру-то у меня починили? А, нет. А папа, по-моему, рассказывал. Ну, в любом случае, покажи. У Маши новая клавиатура. Она горит у тебя, подсветчик? Нет. Просто. Она теперь очень красивая, у меня как будто как новая. Но она и есть новая. Ну да, но я имею в виду, ноутбук как будто новый. Только купили. Да, просто тебе же полностью вот эту панельку заменили на новую. Да. Вот эту. Судя по всему, кроме вот этой кнопки камеры, ну, понятно, потому что там сложнее. Она, видишь, такая поле затёкнула. Да, ой. Ну, логично, потому что там устройство. А всё остальное, да. Вот это всё ей заменили. Вот все вот эти кнопочки чёрные, которые, видите, а вот это другого цвета. Всем, да. Всё. Ну всё. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok